В эфире новости губернии, в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. В новый сезон с новым опасным вирусом. Этой зимой эпидемиологи пугают самарцев гриппом H3N2. Как не заразиться и чем лечиться? Катя, Настя и Варя последнюю тройню самого урожайного на младенцев года выписали из роддома. Почему то, что раньше случалось раз в 6 лет, теперь почти норма? Масштабная приемная кампания впервые за 25 лет. И перспективы на этот раз уже не туманные. Новый крутой вираж в судьбе Сызранского вертолетного училища в нашем эксклюзивном материале. Вслед за птичьим и свиным в Самару может прийти грипп H3N2. Особо агрессивный вирус, свирепствующий в Америке. Не исключают эпидемиологи и проявлений привычного штамма группы B. Пик заболевания ожидается в начале следующего месяца. Пока, по официальным данным, диагноз поставили только двум самарцам. Помогут ли прививки, как не заразиться и чем лечиться? Алена Алешина уже забеспокоилась. Эту малышку привезли на скорость температурой 39,6 два дня назад. Диагноз – пневмония. А началось все с банальной простуды, которую принес из садика старший брат девочки. По словам мамы, в их доме болеют часто. У нас очень детский район. Район 6-й, 5-й просеки. Все знают, что это очень детский район. Деток очень много, поэтому элементарно болеть от него все же. Пневмония – одно из осложнений, которому приводит грипп. В зоне риска именно малыши. В прошлом году гриппом заболели на 17% больше маленьких пациентов. Болеют в основном, если брать детей, то дети первых 3-5 лет жизни. Заболевание протекает с высокой температурой и достаточно быстро возникает осложнение стороны органов дыхания. Самой эпидемии гриппа на сегодняшний день пока не наблюдается. Случаи гриппа у нас на территории нашей больницы, по крайней мере, не зафиксированы. Но мы живем в преддверии гриппозного подъема. Пик заболеваемости, по прогнозам, придется на конец этого и начало следующего месяца. На пороге сразу несколько штаммов – птичьи, свиной, так называемые американские, разбушевавшиеся во всех штатах. Спасти может прививка. В этом году ей воспользовался каждый третий житель области. Несмотря на то, что массовая вакцинация уже завершена, прививку от гриппа сделать еще не поздно. В арсенале медиков – вакцина, которая поможет справиться со всеми ходовыми штаммами, в том числе вирусом H3N2, который лихорадит Америку. Если грипп застал врасплох, не стоит затягивать с визитом к врачу. Дать отпор вирусу помогут продукты с высоким содержанием витамина С, народные средства от хворей лука, чеснок, а также кусочек сала перед сном. Есть такая эффективная мера профилактическая, как промывание слизистых носов, потому что вирусы в первую очередь, когда они попадают в организм человека, то есть они через слизистые носа фиксируются на них и начинается их размножение. Если же у вас вдруг появились первые клинические проявления заболевания, повышение температуры, катаральные явления, боль мышечная, головная боль, не нужно проявлять героизм и ходить на работу, нужно обратиться за медицинской помощью. Во-первых, и себе не навредить раньше начать лечение. И самое главное, не подвести своих коллег, не заразить их. Алена Алешина, Александр Дудко, новости губернии. Пострадавшим и семьям погибших в аварии в Елховском районе выплатят материальную помощь из областного бюджета. По поручению губернатора в Министерстве социально-демографической политики совместно с МЧС выверяют списки тех, кто получил травмы. Среди них есть и жители других регионов. Напомню, крупное ДТП на трассе Самара-Ульяновск произошло накануне. Автобус, в котором из села Булгары возвращались домой паломники, столкнулся с грузовиком. Трагедия унесла жизни двоих. Водитель автобуса погиб на месте и его 18-летнего сына. Он скончался на операционном столе. 26 человек госпитализированы в больнице Елховского и Красноярского районов и в областную больницу Калинина. На данный момент 12 человек уже выписали. В отношении водителя фуры, который спровоцировал аварию, возбуждено уголовное дело. В Тольятти состоялся суд по нашумевшему делу о нападении леопарда на детей. Напомню, инцидент произошел 24 августа прошлого года. Цирк Шапито-Буф давал представление. При этом арену не отгородили безопасной сеткой от зрительного зала. Во время номера леопард по кличке Марго внезапно бросился на детей. Десятилетняя Ира Кипайкина и семилетняя Вика Фадеева оказались слишком близко к манежу. В отношении директора цирка завели уголовное дело. Он активно помогал пострадавшим, поэтому родители решили пойти на мировое соглашение. В итоге суд вынес решение о примирении сторон. Правда, вопросы со стороны потерпевших к директору все же остались. Писем написали, что он обязуется выплатить нам на лечение. А словесно сказал, что ничего не это. А суд, мы пошли навстречу, сделали, чтобы не посадили. Ну, в принципе, за что? Жалко, что старенький. Я вам тоже помогу. Что надо, я все не делаю. И когда суд оправдал его, он оделся, забрал постановление и ушел. Областные полицейские отчитались по итогам своей работы за год. Общая картина – количество зарегистрированных преступлений снижается, а раскрываемость растет. Однако, если сравнить с другими субъектами федерации, показатели предстают в ином свете. В рейтинге безопасности регионов 63-й на 78-м месте. Цифры красноречивой статистики записал Евгений Солей. 60,5 тысяч правонарушений. Итоги 2012 года в Самарской области при снижении количества раскрываемость растет, рапортует руководство полиции региона. Однако, по-прежнему остается на уровне 51%. В приоритете борьба с организованной преступностью, нефтевресками, коррупцией. Оборот теневой экономики впечатляет. По оценкам специалистов, на территории области фирмы «Одноневки» отмывают 52 миллиарда рублей в год. В 2012-м выявлено 172 факта взяточничества, что почти на 40% меньше показателей 2011 года. Но силовики обещают, результаты будут. Определенные наработки прошлого года, они есть. Я думаю, в этом году они будут реализованы. Ну и, кстати, если говорить о реализации по делам коррупции, я думаю, на прошлой неделе то, что были реализованы у нас в отношении главы сельского поселения Александровка, Ставропольского района, как раз это те наработки, которые были прошлого года. Еще ожидается реализация ряда материалов. Я думаю, будут определенные результаты. По показателям безопасности Самарская область входит в десятку антирейтинга самых неблагополучных регионов. В полтора раза возросло количество преступлений, совершаемых на улицах. Из позитивного стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений на 11%. Особо отличившихся полицейских наградили грамотами. Олега Алутина за то, что хорошо заботится о подозреваемых и обвиняемых в течение положенных 10 суток задержания. Мы обеспечиваем всем положенным. Это касается и нормы питания, которые в прошлом году значительно были увеличены и улучшены. И по предметам обеспечения, как то гигиена, как то литература, как и другие предметы личного пользования. Ну и все, что связано именно с содержанием в условиях спецучреждений. Телекомпания «Губерния» также получила от ГУВД грамоту за объективное освещение событий. Евгений Салий, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Очередная коммунальная авария в Самаре. На этот раз на улице Советской армии прорвало водовод диаметром 900 мм. Обошлось без отключений. Участок трубы давно не используется. Но была другая проблема. Вода в считанные минуты заполнила близлежащую территорию и проезжую часть, мгновенно превращаясь в лед. Сейчас брошенный водоотвод перекрыли, а ремонтники ведут заключительные работы по устранению последствий прорыва. Долги самарцев за услуги ЖКХ в 2012 году превысили 1 млрд рублей. По данным областного управления судебных приставов, более тысячи человек объявлены в розыск за неуплату алиментов. Свыше миллиона рублей составил долг по зарплате. Эти деньги вернули работникам. Результаты оптимистичнее, чем в 2011-м. Однако количество дел у приставов только увеличивается. В общем и целом, основные показатели, которые были установлены нами, выполнены практически в полном объеме. Я думаю, что на фоне всей Российской Федерации мы будем выглядеть неплохо. Во властном парламенте озаботились вопросом уличного освещения в малых городах и селах. Платить за электричество муниципальным бюджетом не по карману, вот и экономят. Включенные фонари на деревенских улицах – это пока нонсенс. Когда выйдут из сумрака и за чей счет, расскажет Нина Ванина. Фонари зажгутся, когда поставят счетчики. Депутаты губернской думы на двух комитетах по ЖКХ и местному самоуправлению решили, в селах для уличного освещения нужны приборы учета электроэнергии. Счетчики все-таки не для всех поселков, не для всех деревень и сел доступны. Поэтому мы обращаемся сейчас к правительству Самарской области, к Александру Петровичу Непедову, по поводу того, чтобы выделить субсидии на приобретение данных счетчиков. Это законодательно. Поэтому мы сейчас хотим, чтобы правительство обсчитало такую возможность. Мы должны посмотреть, что это такое в деньгах. Установка приборов учета выльется в круглую сумму. А сэкономит ли это деньги – большой вопрос. Тарифы на электроэнергию высокие, субсидирование рискует пойти по системе. Здесь добавил, там отобрал. Поэтому депутаты решили, если устанавливать счетчики, то разнотарифные. Цена за киловатт будет зависеть от времени суток, что снизит расходы сельских поселений, а их в области более 300. Сейчас у нас в днях правительства разрабатывается программа по другоустройству всех муниципальных образований, как и рады такие поселения. Поэтому, возможно, вот эта тематика, она плавно перекочует в базовую программу областной цели. Думскую инициативу отправят на рассмотрение председателя областного правительства. Нина Ванин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Вышли из тени и показали, как умеют работать со светом начинающие фотохудожники. Домашние задания они превратили в выставочные экспонаты и даже бросили вызов стихии. О видоискателях и людях наш корреспондент Татьяна Пудова. Не мольбертом единым, как выясняется, жив сегодня художник. Пейзажист Светлана Миршниченко параллельно ищет себя в фотоискусстве. 20 лет назад ей подарили пленочный фотоаппарат. Снимала все, что попадалось на глаза. Теперь полюбила фотографировать людей и архитектуру. За плечами ни одна персональная живописная выставка. По дороге на первую в своей жизни фото-выставку аппарат дома не оставила. Фотоаппарат, наверное, удобнее, быстрее. Там вышел, отлично, закат снял. Несколько секунд, минут. Как художник, там несколько часов пишешь. Но мне нравится и то, и то. Как бы я вот иногда, мне стыдно перед этюдником, что я беру фотоаппарат. 85 снимков на выставке, 85 историй. Своим фотографиям ученики не дают названий. Есть одна общая тема – стихии. Это и стало домашним заданием. Устав от жизни мегаполиса, гламурных образов, молодые люди отправились на Волгу. Привезли не одну сотню работ. Как показала выставка, ученики фотошколы не спешат проявлять себя в фоторепортаже в самом сложном виде фотоснимка. Последователей у мэтров этого жанра не оказалось. Но для начинающих фотографов это пока не главное. Они и на выставке продолжают обсуждать то, чему научились за полгода. У нас есть домашние задания, есть проверка, есть контрольные, есть выездные сессии. Все как в школе, ничего в принципе по учебному процессу нового. Но мы добиваемся результата. Уже в ближайшие месяцы у авторов выставки появятся совсем другие темы для домашних работ. Они будут учиться фотографировать детей. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губерния. Рассчитали по-новому. Правительство области утвердило кадастровую стоимость земельных участков. Оценку по закону проводят каждые пять лет. Методика разработана на федеральном уровне. В регионах есть свои предложения по ее усовершенствованию. Для налогообложения новые цифры будут использовать только с 2014. За это время отработают возможные спорные вопросы по территории. Где-то стоимость выросла, что отразилось на ценах на жилье, а где-то наоборот. Пока же эти данные станут основным критерием при расчете арендной платы для участков подстроительства. Механизм направлен на упрощение и прозрачность процедуры. Это было действительно очень жестко, тем более во время кризиса. И очень существенный объем финансовых ресурсов, которые просто повесили воздух. Мы утонули в бесконечных разборках, судах, спорах. И, к сожалению, во многом удавалось поначалу получить эти арендные платежи только через решение суда. Сегодня, подготовив новую методологию, мы значительно его простили. Она стала более прозрачной. Новый вираж для Сызранского вертолетного училища. Весной стартует приемная кампания. Самая масштабная за последние 25 лет. Готова взять 524 курсанта. И так будет, скорее всего, до 2021 года. Это поможет учебному заведению выбраться из затяжного пике. А теперь уже точно можно сказать слухи о возможном закрытии, только слухи. И ничего более того. Все подробности в нашем эксклюзивном материале. Спокойней, спокойней, 910-й, успокойтесь. Успокойтесь на курсу 25. Зависнуть, зависнуть. И потихонечку, потихонечку, потихонечку. Прежде чем подняться в небо, все детально отрабатывают на земле. На специальном тренажере. Кабина, как в настоящих вертолетах. Ми-8 или Ми-24. Звуковые эффекты, визуализация. В программе прописаны разные варианты местности. На связи диспетчер. Опытный профессиональный пилот. Это целый тренировочный комплекс. Единственный в России и уникальный в своем роде. В России самые лучшие училищи в СВУ. Где готовят летчих вертолетчиков. Были 250 человек. И только 12 прошли этот набор. Для иностранных студентов, таких как Марсио, спецкурс по-русскому в усиленном режиме. На родине курсанта, в Анголе, профессия летчика престижная и высокооплачиваемая. Учиться в Сызрань приезжают из 30 стран мира. Африка, Южная Америка, Китай и Вьетнам. Рома с Дальнего Востока. О небе мечтал с детства. Впервые оказался за штурвалом вертолета в качестве второго пилота. Первым был его отец. Наблюдать с высоты, на землю смотреть. Очень интересно. И когда уже потом здесь, первый раз поднялся сам в небо. То есть сам уже когда пилотировал вертолет, совершенно другие эмоции, другие чувства, ощущения. Все это очень сильно понравилось. И до сих пор испытываю огромное удовольствие. Созданная в 40-м году прошлого века Сызранская ваула до сих пор единственное в стране учебное заведение такого профиля. Слухи о его закрытии появляются стабильно. Каждые несколько месяцев. С 2010-го является филиалом Воронежской военной академии имени Жуковского и Гагарина. Но уже в этом году есть все шансы вернуть статус самостоятельного вуза. Впервые за последние 25 лет объявлен масштабный набор. Готовы принять 524 курсанта. Такую директиву дали в Минобороны. Военная авиация, острая нехватка кадров. Это докладывалось, просчитывалось. Руководство военно-воздушных сил, руководство вооруженных сил. И реально эти цифры рассчитывались еще 2-3 года назад. Сейчас они реальны для нас. Принимают по итогам ЕГЭ физика, математика и русский язык. Плюс экзамен по физкультуре и психологический тест на профпригодность. Последние три года набора не было вообще. Теперь свыше 500 человек будут зачислять ежегодно. До 2021 года. В этих казармах готовы принять около 3000 человек. Первый день открытых дверей назначен на 16 февраля. Документы начнут принимать с 1 апреля. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии. Сызрань. Тройное счастье. Первая в 2013 году тройня отправилась домой. В больнице Калинина настоящий ажиотаж. С января прошлого года сразу многодетными стали уже 7 семей. Даже опытные врачи такого не видели. По статистике один случай раз в 6 лет. Марина Низамова пыталась выяснить, почему в регионе случился бэйби-бум тройняшек. И как сохраняют спокойствие, когда УЗИ показывает третьего. На каждого мужчину в семье Мельниковых теперь по две дамы. А их положено баловать цветами. Ровно месяц назад из среднестатистической пары с ребенком Татьяна и Сергей в одночасье стали многодетными родителями. О тройном счастье узнали не сразу. Сначала врачи обещали одного ребенка, потом двух. После третьего даже шутили. «Больше на УЗИ не пойдем, не прокормим». Я очень смеялась на этом УЗИ. Я не поверила. Там экран был. Они показали нам, смотрите, три головы. Раз, два, три. Молодец, молодец. Я уже как-то настроился. Уже на третьего нормально так реагировал. Нормой тройни стали только в последнее время события, которое раньше происходило один раз в 6 лет. Только в 2012 году случилось 6 раз. В роддоме считают, таким образом природа сама налаживает демографию. А вот этот год начался достаточно удачным. То есть мы выписали первую тройню в январе. Она выхаживалась у нас целый месяц. Все зависит от того, как мы питаемся, какой мы правильный образ жизни ведем. От этого тоже зависит. Пока Варвара, Катя и Настя вместе со своим старшим братом и родителями будут жить в одной комнате. В квартире, где еще живут бабушка и прабабушка, теперь бок о бок четыре поколения. Свою трехкомнатную молодые Мельниковы купили совсем недавно. Им еще предстоит долгий ремонт. В большой семье на счету каждая копейка, а кредит за квартиру – 2 миллиона рублей. Как говорится, в тесноте, но не в обиде. Конечно, тяжело будет нам и материально, но как-то будем справляться. Голодные не будем. В этом году многодетные семьи будут получать ежемесячные выплаты по 7 тысяч рублей за третьего и последующего ребенка. Но чтобы претендовать на эту поддержку, девочки должны были родиться на несколько дней позже. Не дождались. Но расстраиваться родителям некогда теперь. У семьи Мельниковых своя тройная формула счастья. Марина Низамова, Виктор Соколов. Новости губернии. И на этом все новости. Увидимся. Погода на Средней Волге определит атлантический циклон. Температура воздуха в регионе минус 12, минус 17 градусов. Облачно с прояснениями без существенных осадков. На дорогах местами гололедятся. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. На севере-западе области минус 13, минус 14. В восточной и южной части региона минус 12, 14. В Самаре температура ночи минус 14, минус 18. Ветер юго-восточный 1,5 метров в секунду. Днем в Самаре и Тольятти 12,14 градусов ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин